И всем привет, ребят! С вами Стрыванька, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре новое, интересное, замечательное вооружение. Корпус, который подвергся изменениям в работе своего овердрайва, в времени перезарядки. И сегодня мы посмотрим, насколько хорошо он себя показывает в матчмейкинге. Это, конечно же, корпус ВАСП. У нас уже был обзор Мамонта, Крусейдера. И записал я вот недавно совсем видос с Харьком. С Харьком, я думаю, что еще будет что пообозревать. Но сегодня мне хотелось бы вернуться к тому корпусу, который очень интересно и качественно работает в матчмейкинге. И его вариативность и возможность реализации очень широка. Сегодня мы попробуем сделать максимум и посмотреть, что у нас получится. Сколько мы сможем заработать на нем очков за бой. Разыграем две комбинации. Это ВАСПАФРИЗ. ВАСПАФРИЗ, я думаю, что с Адреналином. Не будем мы использовать Шоковую Заморозку. Хотя она тоже работает с ВАСПОМ. И ИЗИДУ с самолечением с вот этими вот вампирскими наноботами. По режимам мне бы хотелось бы... По дрону, конечно же, ловкачь. По режимам мне хотелось бы как минимум одну полноценную катку сыграть в штурме за атаку. Да, я считаю, что ВАСП это идеальный просто корпус для штурма за атаку. И практически в каждом бою его можно очень грамотно реализовать. Ну а второй бой можем сыграть там в условном регби, захвате флага или еще в чем-то подобном. Поэтому сейчас мы пикаем в штурм. Если вдруг меня кидает за деф, то я быстро ставлю на паузу видос. И мы поперепикиваем и запикаемся в штурм за атаку. И, конечно же, хотелось бы видеть новую катку, а не ту катку, которая уже будет начата. По карте, в принципе, особо роли, наверное, не играет. Но вот меня кидает за деф. И, соответственно, давайте я быстро напикаю. И тогда мы уже продолжим. Спустя 5 минут, наконец-таки, я запикиваюсь в штурм за атаку. И поражаюсь в очередной раз, как интересно работает этот замечательный матчмейкинг. И почему меня постоянно бросают в штурме в деф. Но зато, когда мы, например, играли на диктаторах, на механиках в этом режиме. Нас всегда практически бросало наоборот за атаку. А теперь, когда я хочу запикаться за деф, меня почему-то бросает наоборот... О, вернее, я хочу запикаться за атаку. Меня наоборот бросает все время за деф. То есть, ну, очень странно. Очень странно это все дело работает. Ну, ладно. Не в этом суть. Начинается у нас уже катка. Хороший... Хорошая карта вообще для этого режима. Мне безумно нравится. Дюссельдров, особенно если он потный и большое количество оппонентов стоит на точке. Когда можно, например, прожать очень грамотную, качественную бомбочку. Но вы сами видите, что сейчас уже овердрайв копится намного-намного дольше от доставок. Ну и понятное дело, что сейчас без киллов, например, вот на вас по эзиде, мне давать эти овердрайвы, да, то есть плюсовать их намного-намного дольше. Так, вот сейчас неплохую бомбочку мы прожимаем. Пару-тройку типов я думаю, что мы здесь унесли. Может, кого-то еще по-быстрому успеем захавать. Три килла я уже дал. Ну и 200 очков. 200 очков. Васп это то вооружение, которое в последнее время дает мне очень большое количество эмоций, если катать именно в штурме за атаку. Ну и нужно не забывать, что ловкачата тоже бустанули. Ловкачата тоже сделали жестче. Он стал мощнее. И с ним полноценно можно, ну, очень-очень-очень неплохо развивать большую скорость. И моментами... Мне даже кажется, что этот дрон чувствует себя лучше, чем кризис. Да, то есть вот, например, в таких штурмах за атаку, где я могу прожать фулл расходку, а чел, например, на кризисе будет лететь только на нетре, да, у него скорость будет больше, но за счет того, что у меня, например, будет уже ДА-шка сверху, у меня будет некое преимущество. Иногда, конечно, это работает, иногда нет, но вот, например, в таких боях это точно плюсовая тема. И сейчас у меня уже 360 очков. Порядка, наверное, 5 доставок мы уже сделали. По, к слову, самому моему устройству на корпус у меня стоит вообще беспонтовая темочка. И даже с таким беспонтовым устройством... Ой, сейчас хорошая бомба будет. Хорошо. Двоих схавал. Может быть, даже там третьего мог съесть. Здесь, конечно же, лучше всего это утяжеление. То есть за счет большой скорости, за счет утяжеления, ты просто влетаешь в толпу и всю ее проезжаешь насквозь, через там и сталкиваешь, переталкиваешь, уничтожаешь и разваливаешь. Но Айзида дает этой комбинации возможность подсейвить дополнительное ХП в какой-то, например, определенный тайминг, когда у тебя там пол ХП или еще меньше. И ты думаешь, блин, сейчас я точно не успею доставить, потому что, ну все, ХПшки нет, просто ее нет. И тогда ты просто включаешься на этой Айзиде с вампиризмом и сразу же быстренько влетаешь. Чуть-чуть-чуть себе ХПшечку подъел и все. И доставочку легенькую оформил. Сейчас мамонт меня может, конечно, здесь нагнуть. Мог нагнуть, но он не додумался. Так, у нас уже полбоя прошло, 525 очков. Очень хорошо мы идем. Идем на тысяченку и при этом здесь может быть досрочка. Я, к слову, в штурме за атаку на 150 очков. Даже не помню, играл я до этого или не играл. Вот сейчас еще за счет бомбочки. Хорошо! Сюда, хорошо. Хорошо, сколько мы унесли? Четыре танка. Вот такие бомбы, конечно, это просто супер комбина, которую разыгрывать всегда приятно. Ну и вот эти вот 150 очков, что я хотел сказать. 150 очков это возможность дать еще больше... Не очков, а именно опыта. И еще больше крисов поднять за бой. Сегодня, конечно, у нас повышенных фондов в игре нету, но посмотрим. Посмотрим, сколько удастся в этом бою получить. Титан на подборе, посмотрим, успеет он доставить вообще этот лаг или нет. И вот вы сейчас увидите, как он будет долго ехать. А я даже по широкой траектории, через респаун, через боковиночку, объеду, быстрее него доставлю, а его вообще, может быть, даже и слили, да? Ну вот так вот. Зато ему очень сильно надо было подобрать флажочек. Да, вот видите, флага еще нет. Где флаг? Где флаг? Он подбирал его. Он где-то там еще его везет. Но у нас уже сотик. Уже пока что все хорошо идет. Даже не то, что пока что. А уже полноценно складывается все отлично. И у нас есть отличный шанс поднять здесь большую котлету. Хорошую бомбочку прожимаем. Двое на поджог без расходки. Догорели, уничтожились. Плюс одного схавал. 15 килов. 15 килов плюс... Кх-кх-кх. За такой тайминг иметь, это очень хороший результат. Поэтому вот так вот. Вот так вот работает наш вазпик. Влетаешь, хаваешь, уничтожаешь. Но вазп, который играет против... Ну, я не знаю, зачем он катает, если честно. Зачем он на своей вазпоизиде играет за деф. У нас он есть тип, у которого 21 килл. Есть у которого 33 килла. О, играет с ураном на страйкер. Но это хорошо. Очень хорошо иметь в своем составе тех игроков, которые играют тоже на киллы. Потому что они чистят доставку. И мне, например, это дает дополнительный спейс. Увердрайвов, конечно, чувствуется, что меньше можно прожать. Меньше можно прожать бомбочек. Но все равно у вас все так же качественно работает. И все так же он эффективен в штурме за атаку. Почти тысяченку я уже дал. За 7-минутный бой. 7-минутный бой. Почти тысяча. Это очень хороший результат. И сейчас попробуем после бомбы. Ой, после бомбы. После купола прожать еще бомбочку. Хорошо. Уносим сразу. Сразу мы уносим купол. Плюс хороший урон наносим по оппоненту. Кто-то там догорел. Кто-то не догорел. И победочка. Победочка. 7-минутная победочка. 4 тысячи кри. За обычный матчмейкинговый бой. И 1070 еще очков дополнительно мы зарабатываем. Очень жестко. И я вот даже думаю о том, что я вот хотел запикаться в регби. Попробовать показать, что у нас получится там. Но сейчас я думаю, что нам надо просто взять и сыграть еще один штурм. Попробовать запикаться за атаку. В очередной раз потратить, наверное, много времени. Но сейчас мы увидим. По первой катке надо будет на паузу ставить или нет. И уже сыграть с вас по фризам. То есть с вас по идее у нас получилось около 20 килов набить. И почти 1100 очков наколотить. Это очень хороший результат. Но он нас кидает, как всегда, за деф. Поэтому я сейчас быстро отправляюсь перепикивать. И пока что видос мы ставим на паузу. Ух, супер карту нас запикивает. Просто великолепную. Понадобилось потратить чуть-чуть меньше времени, чтобы запикаться. Блин, не хочет он, например, скинуть. Не? А, ну ладно. Не, ваншот от урана прилетает. В очередной раз этот уран запикивается. Только уже против. Ну и, наверное, одна из самых сложных карт в осаде. Ой, осаде, говорю. В штурме за атаку. Это оса. Но попробуем ее выиграть. Надеюсь, что получится. И, надеюсь, то, что наша команда будет сейчас стараться так же доставлять. Не я один соло буду это делать. Ну и будем смотреть, что у нас будет показывать наш фриз. Киллов точно на фризе, мне кажется, что можно заработать больше. Единственное то, что с Эзидой у меня была возможность постоянного вот этого сама хила. И в нужный момент она мне где-то сейвила доставку. А здесь больше именно урона по оппоненту. И еще и возможность унести там, например, 2-3 танка сразу. Но пока... Пока ладно. Пока смотрим. Пока у нас только одна доставочка. И противник пытается контролировать наш респаун. Да, то есть здесь есть хоре-молот какой-то, который жестко врывается. Есть викинга-страйкер с ураном. Там еще и шафт стоит жестко тоже на позиции. Поэтому, скорее всего, здесь будет очень сложно. Но попробуем. Попробуем выиграть. Посмотрим, получится или не получится у нас это все реализовать. Вот здесь мы бомбочку хорошую лепим. Смотрим, сколько танков улетает. Один улетает. Второго поджигает, расходку сбивает. Я думаю, что он тоже там должен догорать. Догорит, не догорит? Нет, вроде не догорел. Но у него хп все равно. Должно было мало остаться. Так, давайте пробовать доставлять. Дальше. Эти, я так понял, молоты играют с блендербасами. Перелететь, наверное, эту тему я не перелечу. А вот здесь вот через стенку. Через стенку, через типа, через... Все вообще можно дать хорошую доставочку. Супер. Супер, супер, супер. Так, это уже третья доставка. Пока что ни один из моих тиммейтов не доставил ни одного флага. Но вот когда такая ситуация на карте происходит, тогда, конечно, довольно-таки тяжело выиграть. Довольно-таки тяжело. Реально, конечно, но тяжеловато. Ой-ой-ой-ой. Доставил. Нет, не доставил. Блин. Подтолкни, братик. Подтолкни. Толкни чуть-чуть. Толкни чуть-чуть. Чуть-чуть. В доставку толкни меня. Толкни в доставочку. Не хочешь? Блин, не толкнул меня в доставку. Но это был хороший шанс. На минке я там подорвался. На подъеме грамотно стояло. Ну и нас пока что здесь выносят. Выносят, я бы сказал, даже без шансов. Без шансов. Дроповую дашку подбираем. Пробуем сейчас сделать маневр. Но ловкача, вот эта вот дополнительная скорость, она мне безумно нравится. Насколько он жестко лететь начинает. Раньше такого не было. Да, то есть вот там добавили буквально 10%. Но эти 10% реально чувствуются. Вот прям реально чувствуются. И порой очень жестко на большой скорости можно влететь и оформить качественную доставочку. Так, но пока 4 доставки все мои. 4 доставки за бой и все мои. И еще хорошо, что у нас сделали. Теперь за доставку дают 6 очков. Раньше у нас за доставку давали пятерку. Да, теперь дают за доставку 6. Это тоже порой вот на таких именно картах помогает. Но на таких картах надо бы, чтобы у тебя еще тиммейты что-то тащили. А то если у тебя тиммейты не тащат, это конечно тоже такая себе реализация. Так, у меня уже 480 очков за 4 минуты. Очень хорошо мы идем. Меня почему-то до сих пор не могут уничтожить. Вы видите, какой огромнейший критический урон вылетает по оппоненту, когда у меня 0 хп с адреналином. 400 очков у меня. У второго, моего тиммейта, сотка. Нормальная тема? Я считаю, что очень крутая тема. Так, страйкер переоделся на Теслу, да? Ну ладно, хорошо. Окей, хорошо. Он будет пытаться контролировать трест. Но у них пока все получается, если что. У них пока что все получается. Но мы не сдаемся. Мы стараемся дать свое количество киллов. И пробовать... Пробовать, пробовать, пробовать... Делать как можно больше доставок. Как можно больше доставок. Так, Бландербас мне дал, кстати, крита сейчас. Это был такой плотный крит. Очень большой крит. Ну ладно, ладно, ладно. Мне надо бы вообще по-хорошему, но сделать хотя бы, наверное, 12, 12, 15 доставок за катку. То есть, если вот такое количество мне удастся сделать за этот бой, то это будет очень хороший результат. Сейчас Мамонта неплохо забайтил на овердрайв. Это хорошо, что он его прожал. У него там за спиной был еще один, конечно, овер. Но он его пока что не прожимает. Мои тиммейты сегодня вообще раздуплятся. Будут ли они что-то делать в этой карте? Если они начнут хоть как-то пытаться доставлять и вносить какой-то импакт в эту карту, я думаю, что у нас может быть победа. Вот, наконец-таки, первая доставка от моего тиммейта уже залетела. Начали стараться. Давайте. Я думаю, что это можно камбэкнуть, можно выиграть. Главное, чтобы начали хоть что-то делать на вражеском респе мои тиммейты, да? Ну, хоть как-то там. Либо урон накидывать, чтобы там респ чистился. Либо доставочки оформлять качественные, да? Вот сейчас бомба, кстати, неплохая могла залететь. Но унесло всего лишь одного типа. 560. 560 за 6 минут потяжелее. Потяжелее идет, чем на Дюссельдорфе. Но здесь как бы понятно, что будет тяжелее, когда у тебя команда не помогает, да? То есть я мог бы здесь... Если на Дюссике там почти каждый заход это доставка, то здесь, ну, потяжелее будет доставить, если там тебя где-то отреспили, да? И ты теряешь вот эти вот флаги. Если ты не ставишь их, то ты теряешь там 200, 300, 400 очков дополнительных. Да, то есть поэтому у меня здесь только 600-ка. Но вы видите, что у меня 600-ка, а у второго, например, типа за нашу команду всего лишь 200. Всего лишь 200. То есть насколько большая разница. Но пробуем, 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 пробуем. Хорошо, еще одну доставочку оформляем. Супер, супер. Мамонт пока что у них вообще никак не работает. 66 очков. Ну, сколько это уже я доставок оформил? Ну, я думаю, что десятку я точно оформил. А, нет, десятку я не мог оформить. Ну, наверное, где-то 8 доставок я оформил. Плюс-минус, наверное, 8. Ой, его сейчас промазал по флагу, и это очень печально, что я по нему промазал. Так, ну, давай, 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 блендербасик. Давай накидочку оформи какую-то красивую. Будет ли сейчас здесь флаг? Вот здесь флаг хочу увидеть. Хорошо, флаг есть. Тесла даже за мной не гонится. Хорошо, развиваем вот такую вот траекторию против страйкера с дистанционочкой. Или с чем он, не знаю. С чем он? Ой-ой-ой-ой-ой. Раскукурузило меня, конечно, конкретно. Ну, и мамонт тут отработал. Да, окей, ладно, хорошо. Получилось у него сделать все по-грамотному. Ну, я думаю, что надо вот эту Теслу быстро схавать. А то она что-то очень нагло килы у нас дает на респе. Ну, и пока что доставок больше нету. Плоховато. Плоховато. Хотелось бы хотя бы, ну, тысячу с копцами набить в этом бою. Если тысячу с копцами получится дать, то будет хорошо. Мамонт в очередной раз с овердрайвом. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть миллиметрика не хватает до доставки. Сейчас бы я бы еще одну доставочку оформил. Было бы супер. Так, ну и уже остается 30. 30 килов оппоненту. Вот здесь вот хорошая траектория. Через лево. Мне она нравится. Очень хорошо работает. Все, если еще бы не врезался ни в какие стенки, то может быть сейчас бы прямо до доставки бы долетел. А так, врезался. И не сумел бы. Не хватило мне скорости немножко. Ну, все, застопорилась наша катка. Застопорилась вообще конкретно. Типы начали очень плотно стоять в дефе. Не хотят они больше давать таких доставок легких. Ну, и я где-то начал тоже совершать какие-то нелепые ошибки. Поэтому летим через вот такую тему. Оформляем доставку. Хоть и падаем в минус. Ничего страшного. Ничего страшного. Главное было здесь доставить. Хорошо. И надо еще бомбочку какую-нибудь красивую дать. Почему-то у меня пока что в этом бою не получается дать красивых бомб. Такое ощущение, как будто противник уже научился в штурме в дефе отъезжать от этих бомб. Бомб как-то начинает их контрить. Да, хотя раньше, ну, там можно было по 5 киллов с одной бомбы дать. Ну, может еще время такое, когда уже более сильные игроки играют у нас в матчмейкинге. Но вот этот мамонт тоже хорошо контролирует ситуацию. Бомбочка унесет. Хорошо нанес. Одного слил. Но одного это мало. Одного это мало. Но это была такая бомба больше на легкую доставку. Да, то есть я прожал бомбочку. И, соответственно, оппонент мне дал в этом моменте доставить. Вот здесь вот мы сейчас залетим. Хорошо, красиво. Нет, некрасиво. Ужасно. Ужасно. Не залетел я так, как я хотел. Мины на подъеме не дали мне вылететь нормально. И засыпился просто об стеночку. 8 киллов остается оппоненту. Ну и пробуем. Пробуем доставить еще хотя бы один. У меня, к слову, в катке больше всего очков. Даже у тех ребят, которые играют против на киллы, у них очков в этом бою меньше. Отлично, что сейчас было подавление у этого мамонта Твинса. И он не сумел поражать свой овер. Иначе бы я бы ушел на респ. Ну и все. 2 килла остается. Даже до 1000 я долететь не смог. Но это 900ка. 900ка в той катке. И я еще получаю примерно такое же количество крисов, что и противник, который выигрывает бои в 2 раза. Да, то есть 900ка в том бою, в котором у меня было 0 шансов. И 0 тиммейтов, которые мне могли помочь. То есть вот вы видите, какая разница огромная. И все равно получилось дать целую 900ку. Ну и давайте уже, раз у нас быстрые катки 2 с досрочкой закончились. То я думаю, что надо сыграть еще попробовать в регби. И посмотреть, что у нас будет там. Можем сыграть полбоя, например, на вас по фрезе. Потом взять Изиду. Ну, посмотрим сейчас по ситуации, конечно. Может быть, не будет смысла никакого переодеваться на соску. А может будет. Сейчас увидим. Посмотрим, что по карте. О, хорошая карточка. Хорошая, хорошая. Как раз мы еще 0.3 летим. Надо делать камбэчную. Надо делать камбэчную. Не успеваю, конечно. Я здесь заблокирую типа. Довольно быстро он проезжает. Но пробуем. Попробуем камбэкнуть. Очень хорошо, что здесь 0.4 катка. Катка такая тяжелая. Сразу видно, что она будет тяжелая. Но попробуем. 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 Мне кажется, что есть шансы на камбэк. Если сейчас, например, подобрать этот мяч, то можно быстро его доставить. Гаусс сводочку оформляет. Быстро мы мяч забираем и пробуем доставить. Главное, чтобы меня сейчас ВАСП не ваншотнул. Отличная доставка есть. 4-1 камбэчная. Поехали. Поехали. Здесь, конечно, наверное, в этой катке, в связи с тем, что у меня нет большого количества тиммейтов и ребят, которые мне могут подсевить, помочь, работал бы лучше, например, Мамонт с Лавкачом. Да? Но мы уж если записываем на ВАСПе, то пробуем на ВАСПе что-то сделать. То есть, скорость хорошо это, но моментами я уверен, что мне здесь будет не хватать хпшки. Да? Все-таки я вижу, что какая у меня команда. Я вижу, что команда особо сильно мне, наверное, не поможет, не подсаппортит. У меня вон, типа, 0.12.1.12. И все, да? То есть, и еще там пару молодых, у которых, например, на Легенде 6000 ГС, да? То есть, у меня там на Бездонате моем, на Бригадире уже почти такое же самое ГС. И тут такие же самые ребята катают. То есть, без такой помощи Мамонт все-таки будет работать более эффективно и более качественно будет помогать. Ну и после своей доставки противник также ставит. Но мы не отчаиваемся, не отчаиваемся. Еще очень много времени. Возможно, мне подкинет хоть одного какого-то достойного тиммейта, который поможет мне в конечном итоге что-то, что-то здесь подтянуть. И может быть, даже надо попробовать взять Изиду. Мне кажется, что вот эта хпшка, которую Изидочка мне может преподнести, может помочь в определенный момент. У Хантера нет овера, интересно? Наверное, нету, да? Хорошо. Накидку оформляем. Бомбу ставлю. Не знаю, успеет, не успеет. Нет, не успевает. Она унести его. 6-1. Обидно. Очень обидно, очень обидно, что в очередной раз я попадаюсь в катке в матчмейкинге, в котором... В котором нету помощи. Ну нет помощи, просто нет. Ну чуть-чуть, чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть. Одного тиммейта, который чуть-чуть будет наносить урон и не давать так противнику нагло ездить, и у нас бы, уже бы в таком бою было бы намного больше возможностей на доставку и на победу. Ну, кстати, сейчас мне Езида очень хорошо помогла, и мы вторую доставочку тоже оформляем. Хорошо, окей. Окей, 2-6. Надо слиться, надо слиться, надо слиться. Попробовать сделать третью доставку. Попробовать сделать третью доставочку. 2-6. 2-6 мы идём. Давайте пробуем. ДАшку нитра. И сразу на доставочку полетим. Мяч уже почти упал. Мину ставлю типу, который сзади. Этого я думаю, что я схаваю без особых проблем. И теперь надо ещё... Опа, походу у меня тиммейт появился какой-то на саппорте. Или мне показалось. Так, бомбу ставим вот этому пассажиру. И быструю доставочку оформляем. Камвечная 3-6. Хорошо. Хорошо. Но это без права на ошибку. Это без права на ошибку. Катка. Мне вообще было бы неплохо слиться. Мне было бы неплохо слиться. Пока летит мяч. 400 очков у меня уже. 400 очков. Так, право мяч появился. Право мяч. Пробуем доставлять. Пробуем доставлять. Не самая, конечно, удачная точка для меня. Но шансы есть. Главное минус не упасть. То есть, если я упаду в минус, то всё. Шанса мне уже на камбэк никто не даст. После минуса. Пробуем слить одного. Слить второго. Сливать третьего. За счёт изида хп, 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 хп. Аптечки не хватило. Сейчас бы ещё аптечка была бы какая-то дополнительная. Либо там диктатор бы какой-нибудь овер раздал бы. Ещё что-нибудь такое. Может быть и получилось бы. Но у меня вроде как тиммейты зашли. У меня вроде как теперь тиммейты появились в катке. Может быть эти тиммейты мне помогут выиграть. Так, я чуть-чуть не успеваю уже. Надо здесь перехватить. Надо здесь вот пассажиров перехватить. И схавать их по-быстрому, да? Оп, оп, оп. Сколько, сколько вас тут? Сколько, сколько, сколько вас тут? Давай, 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 давай. Траекторию. Ай, чуть-чуть не ушёл. Чуть-чуть не ушёл. Всё-таки схавали меня. Так, но... Должен успевать. Должен успевать резать. Резать, резать. Конечно, викинга резать. Давай, давай. Ээээ, тише, 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 тише. Куда, куда, куда? Рисково было? Рисково. Дашка появляется. Хорошо. Летим. Хорошую траекторию. Так, боковушечку. Разыгрываем. Разыгрываем боковочек. И красивую четвёртую оформляем. Так, 4-6. Но это уже что-то похожее на камбэк. Это что-то похожее на камбэк. Здесь было бы неплохо слиться в очередной раз. Давай, слей, 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 братанчик, слей. То есть с этой Изидой можно вообще не уходить на респ. Но мне лучше слиться, потому что мяч будет падать. И в таком тайминге, что... Ну, я могу разыграть намного лучше, если я просто с респа дам. Так, у меня есть бомба. У меня есть бомба. И мне было бы неплохо её где-нибудь грамотно прожать. Так, викинга. Оп. Надо сейчас Хантера как-то развести. На Хантера развести. Ой, я не знаю, как его обмануть. Не знаю, как его обмануть. Его очень сложно. Ещё и бомбы я в пусту прожил. Блин, тяжело в такой ситуации придумать было, как мне его обмануть. Надо было быстро принять правильное решение. Я хотел ему чуть-чуть байта такого дать, что я типа вперёд начинаю нагазовывать. И потом резко назад еду. Но он не повёлся. Вот такой прикол. Широко хочет разыграть Хантер. Конечно же, мы его уносим. Два типа противника прожали овердрайв. И у меня есть отличная возможность на доставочку. Есть! Есть! 5-6. Но это похоже на очень хороший бой. Это похоже на очень хороший бой. Но его надо ещё дотянуть. Его надо дотянуть. Пока только 5-6. 5 доставок это хорошо. Но для победы надо 7. Так, надо вот этого викинга обязательно слить. Он прожимает. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас может быть очень больно, если он прожмёт овердрайв. Да, он прожимает его. Было. Ай, наверх не долетел. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. У меня ещё рез плохой. Хорошо, хоть там тиммейт чуть-чуть придержит оппонента. Но всё равно. Всё равно. У него сейчас есть шанс на доставку. У него есть шанс на доставку. Пробуем сейчас заблочить. Пробуем заблочить. Минут липану ещё ему. Контентовый викинг прожимает овер. Тише, 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 тише. Тише. Куда едем? Куда едем? На доставку едем, ребяточки. Давайте сейчас показываю траекторию. Хоп. Хоп. Ушёл. Хоп. Хоп. Боковушечку. Хоп. И разыграл доставку. Хорошо. Супер. Можно было бы ещё бомбу дать сверху. Но до бомбочки дело не дошло. Есть. 6-6. Ну и всё. И всё. Надо теперь просто ставить последний. И заканчивать с этой каточкой. Но тяжеловато. Тяжеловато. Уже подумал, что не получится у нас ничего здесь сделать. Но пока ещё игра не закончилась. Пока что надо доиграть. Надо доиграть его. У меня нет аптеки. Попробуем широко поехать. Это прожимает овердрайв. Это Викинга Твинс. Ставлю бомбу. И оформляю доставку. Даже притормозить. Не хотел, чтобы бомба сработала. Хорошо. Хорошо. Даже в регби у нас получилось. Ребяточки. Ну и вот видите. Изида тоже. Себя показала поинтереснее, чем вас по фриз. Шикарно. Шикарно. ВАСП актуален как никогда в матчмейкинге. Как никогда он наваливает. Как никогда он разваливает. И всё работает. Всё максимально качественно и грамотно работает. Поэтому, друзья, поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если ещё вдруг не подписаны. Также пишите в комментариях, какие бы сочетания, какие корпуса вы бы хотели увидеть в следующем видосе. Всё-таки у нас есть ещё корпуса, которые после обновы я не тестировал, не рассматривал. Но, скажу так, с ВАСПом всё в полном порядке. Всё работает. И регби, штурм за атаку. Идеально можно разыграть такие комбинации и получить конкретную прибыль. У меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.